Добрый вечер, дамы и господа! Мы с вами продолжаем наш с вами экскурс в прикладную науку и в архетипологию. И сегодня тема нашего разговора будет второй способ структурирования данных в памяти посредством метода Попова. Второй способ Попова. В первый раз мы использовали некий механизм памяти человека, который свойственен человеческой памяти, для того, чтобы структурировать данные и одновременно научиться пользоваться этим механизмом. Прежде всего, мы говорили о первом механизме, о механизме, который является частью нашей памяти. И, в зависимости от этого механизма, мы не только структурировали данные, но и используем их в правильную форму. Сегодня мы поговорим про второй метод. Первый метод мы изучали в прошлый раз. А сегодня мы поговорим про методов ящиков Попова, то есть бокс. И этот метод связан одновременно и с методикой тренировки Попова. И одновременно с системой структурирования, то есть систематизирования данных. И мы начнем с первого ящика. И мы начнем с первого ящика. Первый ящик у нас наполняется тем, что получается у всех и работает в любой ситуации. Таким образом, это приемы, техника, которые срабатывают в любой ситуации с любым противником и у любого человека, независимо от того, насколько они разные по подготовке. Далее мы имеем дело со вторым ящиком. И это по уровню подготовки. Ящик, который называется «Лучшая техника». И поэтому это вечный конфликт, вечный спор, какая техника лучше. Это вечный спор, и поэтому это ящик конфликта. И если бы вы не обладали теми знаниями, которыми я уже вам дал про треугольник. Вы бы никогда не смогли в жизни сформировать для себя этот ящик, потому что вы все время находились бы в состоянии конфликта. И сформировать этот ящик, это значит разрешить для себя конфликт, треугольник, авторитет, убеждение, технические элементы. Следующий блок технических элементов – это блок номер три, и он называется «Неожиданность». И вот этот вот, так сказать, блок неожиданностей. И туда вы должны складывать все элементы, которые позволяют для противника быть непредсказуемым, неожиданным. То есть это финты, обманные движения, какие-то другие элементы, в зависимости от того, чем вы занимаетесь, связанные с тем, что вы превращаетесь для противника в неизвестное, и ваши технические действия непредсказуемы. И вам нужно понимать, что сочетая технику, которая работает в любых ситуациях, сочетая лучшую технику, сочетая неожиданности, у вас уже появляется достаточно мощная система. Так вот, когда мы перейдем к ящику номер 4, мы туда будем с вами собирать переходники, то, что связывает технически первые, вторые и третьи блоки. Итак, все эти три блоки позволяют любой человек победить в любых ситуациях и решать любые задачи. И это то, что позволяет использовать содержимое первых трех ящиков свободно, сочетая их между собой в жизни и поединке. Да, и именно этот ящик превращает ваши технические элементы в систему. И пятый ящик – это ящик парадокса. То есть это паранормальные, сверхъестественные способности ваши, которые в себе вы развили за жизнь, и они применимы для реализации определенного рода задач в сочетании с предыдущими ящиками одновременно. Да, то есть по сути своей... Ящик номер 5, он таков, что он не дает возможности человеку как бы забывать о том, что есть такие вещи, как не только неожиданность. Но еще неизбежность. Но также мы dealin' with uncertainty. И случайность. And some sort of occasional situations. Окей. Продолжим завтра. As for this topic, we're going to continue tomorrow. Доброй ночи. Have a good night. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok